всех пресс друзья на связи данки в этом видео мы посмотрим на крайне интересный бой из режима игры 3 на 3 предоставил мне данную запись боя мой спонсор канала канала виталий блинков за своему большое спасибо у него игровой никный мастер вот я прощу показываю скриншот статистики этого боя специально замазал красным цветом кто победил кто проиграл чтобы оставить интригу ну и видим что количество уничтоженных юнитов в этом бою она зашкаливает 1700 или 1800 уничтоженных юнитов в общем происходило здесь что-то нездорово ну и давайте посмотрим на этом ускоряем replay на скорости extreme напомню да что у меня есть спонсорская программа и заключается в том что вы оформляете платную подписку и получаете за это от меня какие-либо преимущества одна из преимущества то предложить опубликовать на моем канале вашу запись боя запись боя делаю сам от вас требуется только скриншот итогов боя а дальше все найду и воспроизведу сожалению для данного реплея нельзя отключить туман войны было бы очень полезно интересно вот этот бой был сыгран на старой боевой логике поэтому к сожалению здесь туман войны открыть нельзя но в будущем будет еще интереснее смотреть разбирать на ошибки реплея при этом смотря на действия противника давайте на включу музыку еще то я со стрима забыл отключить обратно включить настройку вот это совсем не хватает звука вот еще интересно будет когда пойдут бои на новой боевой логике может быть включать туман войны тоже одна из одно из преимуществ спонсорской подписки то что можно лично со мной созвониться разобрать реплеи если вам это интересно разобрать ваши ошибки и это очень интересно делать когда есть еще отключение туман войны можно смотреть как можно было зарашить вашего противника развитие стандартная конфа против сопры заметьте кстати на этой карте штаб теперь находится ниже левее у этого верка выше правее раньше находился примерно по середине вот этого песчаного пятна ничего сделали для того чтобы игроки не было у них соблазна выходить в центр моря ставить там верфи и терять их от торпедных установок специально сделали так чтобы штабы были чуть ниже левее и игроку с 1 струй двора я остаюсь только одна возможность безопасно здесь поставить вверх и при этом не теряя огромное количество зданий с этой стороны все даже даже если вы поставите вот немного конечно спасать ситуацию но все равно тот то делать тяжелый флот там 2 3 уровня и загоняет их вот в эту область он довольно сильно доминирует и выбить его очень трудно красный игрок использует у нас вертолеты уничтожает авиазавод вертексов наш спонсор виталий просит помочь своих напарников чтобы защитить свою базу есть с национальной пошки которая отгоняет в итоге противника штаб кстати 4 уровня тяжелый пехота от фиолетового игрока бирюзовый застроился в фулл оборонку и зевсы штурмовики красный играет пехотой здесь тоже какая-то пехота койот но видимо остатки после захвата больших контейнеров вот странненько честно играет игроки ну ладно здесь уничтожается пехота которая пришла что-то сделать не знаю там появляется большой контейнер прям видно что один из игроков играет масс пехотой второй масс вертолетами или это играет тоже вас пехоты но в общем все понятно почему тут так много уничтоженных юнитов вопрос почему музыка не играет он играет может просто плохо слышно было у меня они у нас такое тоже бывает ну как видим фиолетов играет помойки нет тут только тяжелый штурмовики то есть который против техники хорошо работает зевса от зеленого ну огромная пачка вертолетов по идее тяжелые штурмовики должны справляться с вертолетами они дешевле они умеют стрелять по воздушной технике первого уровня целом очень большой урон так как сарикоза не умеют как циклоны стрейфить то попасть тяжелым штурмикам намного проще по стрелков даже чем по тем же самым циклоном зеленая пытается строить кого но красный игрок ему этого не дает сделать происходит сражение синий игрок выходит в масс тайфуна плюс вертекс и ну я думаю правильно делает потому что диких пока не наблюдается у оппонентов и наблюдаем дальше застройка стенами вот от пехоты видимо интересно стены сначала закрыли проход а потом поставили там бункера ну ладно пускай будет так бирюзовый игрок что-то командует вы что-то надо делать для тайфуна вы так близкой нам не подводил бы к основным полям сражений потому что ссылки скорее всего сожрут их вот с этой стороны масс вертолет пошел в атаку уничтожал все бункера которые здесь были и решил попробовать открывать фиолетовую базу там строится только сейчас стационарной пвошки красный так пролетел уничтожил штаб уничтожил пво ну и кого-то вообще выпиливают полностью же фиолетовый игрока уничтожает ему экономик видимо сфокусировано на уничтожение центра снабжения чтобы тот не мог отстроиться интересное решение на самом деле то что он да ну обычные игроки восстанавливаются без проблем но и сейчас фиолетовый игрок начнете восстанавливать штаб красный прилетит его уничтожат всяк скорее всего у фиолетового игрока уже даже не будет ресурсов чтобы восстановить себе штаб за тысячу ресурсов и восстановить экономику сил не хватает у красного напарники пока не поддерживают продолжаем смотреть бой интересный момент что морская карта а прям доминируя доминирующая здесь морская но до сих пор даже никто контейнеры на море не собрал никому это море вообще не нужно все играть от земли тоже интересный момент тайфуны плюс тяжелые штаны и готовы прикрывать фиолетового товарища в этот же момент вертексы от нашего виталия атакуют авиазаводы видим от зеленого кречетин начинает происходить авиабой которым зеленый теряет моментально все свои истребители видно что они не прокачаны очень быстро падают медленно летают но он по крайней мере попробовал до сопротивление кричитами дать крайне некомфортно мне так кажется мало топлива вообще в целом на таких ранг там 16 же играть на таких рангах истребителями они дорого стоят быстро заканчиваются топлива и не так много так сказать смысла использовать истребителя пскал даже опасно местами и двигайся в точку а б эйч это кому а то что дельтами на 5 возможно да интересна была тактика здесь сделать масс дельта то что дельты наверно эффективнее и универсальнее все будут в данном бою на есть пехоток которые они так себе работают вот против стрекозника дельты это прям то что доктор прописал тайфуны стоят 140 150 чисто не бейте меня пожалуйста напишите лучше комментарий сколько стоит тайфун что-то я даже не задумывался вроде 150 дельта насколько мне помнится 140 но при этом дельта может стрелять по наземным наземной и морской техники а тайфун может только по вертолетам но и зато еще истребители бомбера ну все же мне кажется что здесь масс дельты были бы наверное полезней синего игрока выпиливаются аэродромы с помощью стрекозов не снимается заказ даже наоборот добавляется плюс один истребитель в третий водозаказ и все ресурсы сгорают синего игрока виталий обрати внимание когда тебе уничтожает завод надо снимать с него заказы все иначе потеряешь кучу ресов потерял завод за 250 плюс его апгрейд и плюс 3 истребителя каждый стоит по три сотни это 900 ресурсов только ты в до заказе потерял вот быть повнимательней есть кстати на самом деле от виталия верфь но почему-то контейнеры с ресурсами еще не были собраны видимо этим решил заняться игрок зеленого цвета разведывал истребитель мы видел на 18 минуте боя лежат маленькие контейнеры и тут начинается мощнейшая рубило так сказать за стартовой контейнеры с ресурсами да когда мне сказали что в этом бою какая-то дичь происходила я видимо не до конца доценил весь смысл со сочетания сочетания предложения вот тут миллиард тайфунов из штурмового есть пару зевсов у синего игрока у зеленого миллиард тайфунов фиолетового отстраивается экономика очень мощная долбится желтый игрок в стены на этом как бы все вот интересный момент чем занимаются эти два игрока потому что ну желтого на пехоту спамят можно должен был нас память и там на пятна ров пятый штаб пошел зеленого игрока истребители были но в целом то больше у него ничего не видел чем занимаются игроки не очень понятно тут уже бирюзовую в штаб пятого уровня выходит вот кажется намечается атака за специально или случайно в общем колбаски сопротивление в виде пехоты идут сливается по одному довольно таки мощный кулак катерация вот тут еще вертолеты от красного игрока тоже очень стремительно сливаются пока не уничтожает один зев за другим тайфуны очень быстро сживают все вертолеты и видим мы кстати еще что решил поиграть масс вертолетами и желтый игрок а еще тут есть гренчики нет стрелки стрелки дикие и пачка прям ягуаров там смотрите не за другим появляется прям очень много юнитов интересно что будет дальше потому что штурм но юнит который могут уничтожить технику здесь очень мало здесь в основном тайфуны и ягуарфа реально много а если они еще были под хамелеоном это уже было наверно все джи для команды констерация зеленый теряет заботу зевсов зря он кстати вообще базу так построил не знаю зачем он так поставил он ставит супер оружие ничего себе но вроде как отбивается за счет того что фиолетовый игрок отстроился сделать тяжелую пехоту так понимаю игроки вообще разбились на роли и делать максимум один юнит это какой-то челлендж видимо у них там был когда они играли в три на три каждый вел свою трансляцию там каждому за донатили сказали так ты фиолетовый игрок играешь настолько тяжелыми штурмовиками ты зеленый производишь только миллиард тайфунов ну ладно синий все-таки разные став юнитов делать и челленджи на они выполнял вот красный делал только там дикие со стрекозами зеленый только ягик речи ты и чё-то пока не лишь тактики свои менял происходит контратака синий идет вперед прям совсем идет штурмует решил подойти в упор а он она завернулся на ягуара не знаю как пушки стоит уничтожать они больно кусают могут конечно не прокаченные вот луч есть но он не заряжается принимаю ресурсов не хватает тяжелые штурмовики пока живут но тут на найти нам даже эффективнее уничтожить все снайперские вышки противника для того чтобы тяжелая пехота фиолетово могла пойти вперед вероятнее всего так слышу что заправляется супер оружие видим зеленого за желтым ягуары который будет принимать технику появились бомберы бомбит мимо увидели этого бомбера не прокаченный он даже краем не смог убить тяжел что что в рекам настолько он слабенький тайфун очень классно стоят кучкой сбивает вертолеты но и гуарзи очень вкусненько убивает синий игрок это видит отводится назад своих тайфунов обычные стройники пытаются расстрелять ягуара в упор но не очень получается они там дикие по хп броне убить их так легко не получится как стоковые раньше с этим баланс был немного другой базовая прочность юнитов было намного меньше чем сейчас и реально можно было не прокаченные ягуары что мы как убивать и не париться сейчас же сделал так намного сложнее ягуары но вообще все юниты живут дольше но техника на противопокод мне стало кажется играться лучше до заказ идет но видно что атака захлебывается в игроков констерации но есть надежда на супер оружие хочет чтоб кто-то разведал эту область карты и нет вертится по разведать никого вертолетов тоже никаких нету возможности разведать нету пока игроки увлечены боем и им не до всяких там разведок тем более тех что невозможно выполнить продолжение наступления стреляют наши товарищи про оружие тоже стреляет давайте посмотрим красотка вылетает накапливается сгусток энергии шпиле данного сооружения какой-то момент вылетает и прилетает по базе противника не сильно удар честно говоря ну завод уничтожили но мне кажется она того не стоит не прокачано супероружие она не окупается слишком дорогой каркас здания много электросанцы надо для того чтобы его запитать и дорогой сам заряд в итоге ты уничтожаешь сейчас один завод ягуаров примерно там 700 800 ресурсов потеря а экономику на стоит бустом а лучше то сейчас несут остребители мне кажется не прокачано супероружие возможно не стоит играть ну игроки которые прям совсем не очень опытные или надеются на легкую победу обычно пытаются использовать это супероружие вот но в итоге получается вот так вот снимает хотя бы до заказ игрок фиолетового цвета очень интересный способ бомбардировки выбрал зеленый игрок вместо чтобы напрямую отдать приказ отсюда отсюда атаковать отсюда сюда он надал приказ бомбардировать как тут из-под низу не знаю зачем и был риск что бомбер могли бы не долететь супероружие нету зеленого игрокам кроме завода тайфунов ничего больше нету синий играет в 77 зевсов до заказе он понятно очень увлечены все боем фиолетовый игрок ставит по ложке вместе с зеленым чтобы видимо защитить свою базу ставится еще одно супероружие ночью хочется еще пулять видимо вот тем временем синий игрок и низ на похоже кто производит армию больше никто ничего но зеленый сделать ничего не может фиолетовый пока у него до заказа стоит он там воронку ставит есть проблема что в команде два фермера которые вместо чтобы делать юнитов чем музей у зеленого были неплохие юниты вроде со что завод потерял зевсов он мастер зачем-то не мастер что не пытается выйти в супероружие в общем понятен вопрос откуда был уничтожен в этом бою 1700 юнитов вот ответ на вопрос миллиард стрелков красный если играет то масштабно не любит больше двух юнитов массить если играет стрелками то вот такое количество стрелков он спамит бесконечно если вертолеты мы это уже видели дикобраза мы тоже не как-то ковали у красного игрока с игрок такой очень интересный проблема синего игрока понятно что он доминирующий но получше всех нам играет в этом бою можно тоже улучшить было бы вместо чтобы три с половиной минуты ждать пока выйдет 6 зевского завода можно было снять заказа 3 зевса и найти ресурсы поставить еще один завод зевсов вот и два раза быстрее что поводиться не за три минуты получить не 6 зевсов а 12 это думаю могло бы сильно повлиять на исход данного сражения красный как зомби атакуют эти зомби помните была активность на 1 апреля как вам кстати понравилось мне понравилось напишите комментариях просто подумал мыслями проскочил какой-нибудь турнире или не за где-нибудь дать возможность игрокам управлять зомби теория это возможно единственная проблема к том что у зомби нет прокачки если это зомби выдавать без всяких модификаторов защиты то он от него толку не будет вот но в теории можно для каждой лиги настроить дополнительную защиту как это обычно делается в блиц турнирах допустим когда штаб усилен защитой его очень трудно уничтожить чтобы там баланс не дуршался соревнования как делают еще так же можно сделать и зомби вот ну надо подумать собирается пачка юнитов что там по супероружию супероружие есть миллиард айфонов есть было нет пока еще есть у игрокам бомберы все потеряли зеленые игроки гх а гх а выдвигайся а хотел зеленый игрок чтобы тайфуны разложились день вот здесь на передней линии линии фронта чтобы когда бомберы летят они были сбиты до того как они долетят если так сделал фиолетовый игрок то вероятнее всего супероружие бы выжило у этого игрока на самом деле сейчас там сколько 5 бомберов полегло каждый стоит там 450 902 штуки 1800 ну конечно там уничтожение каркаса обошлось зеленому игроку довольно дорого целом даже команды катера сейчас этого играла очень неудобная карта для того чтобы использовать массовые юниты за исключением вертолетов для вертолета здесь много воздушности есть на которых можно их прятать вот но очевидная проблема что вот эта вся масса армии и нельзя использовать на сто процентов потому что она вся не поместится в этом узком проходе и в итоге игроки будут просто колбаска как я люблю говорить терять свою армию что здесь здесь достарается то есть еще один завод зевсов заметьте я думаю опасается конфетират что этот завод ему могут уничтожить он на краю очень вкусненький вот красный вспомнил что он может мастить вертолеты еще вспомнил тактику видимо что можно еще со стороны залететь и напакостить но пока просто уничтожает фиолетовому юнитов так бомберы вылетали на базу синего цвета супероружие никто не трогает пытались уничтожить штаб синему игроку не получилось бомбер всех потеряли ну потому что не докачаны зеленый игрок здесь ошибается пока что немного пользы приносит своей команде больше все здесь старается красный игрок ну обычно потому что боях 3 на 3 игроки основных цветов синий красный это самые высокие ранги у нас так подбор получается интересно работает дают матч от 2 23 допустим игроков с каждой команде по 2 21 такой интересный метод метод подбора то есть не всем дают 23 23 23 с 23 23 а двух игроков более младшего ранга вот ну это позволяет на самом деле более четко матч эти ребят 3 на 3 иначе был бы подбор просто хуже объяснять не буду почему слишком сложно объяснить для это надо раскрыть все особенности матчинга в 3 на 3 происходит заруба видим десов много нас памят синий игрок ягуара выпиливается тайфуны с этой стороны уехали фиолетовые защиту своей базы боится ли это игроком уже один раз подснесли базу вот этим пользуются игроки красным желтым цветом они атакуют в этот момент центра где как бы сейчас и не хватает тайфун вот этих которые есть у фиолетового игрока да вообще стоило даже те что есть тайфуны у зеленого игрока тоже поближе привести к центру по эффективнее может было бы сражаться с этими вертолетами ну давайте посмотрим дальше что здесь будет происходить зевсы откатываться назад пехота пока что идет вперед но не хватает координации действий в 2 2 3 3 кто-то видит что смысл атаковать нет не атакует кто-то думает о вроде как сейчас можно атаковать и мы можем даже победить идет атаковать в итоге это один игрок сливать всю свою армию второй игрок сидит на базе и инициатива потеряна здесь реально не хватает координации надо чаще на использовать команды атакуй отступаем чтобы игрок понимал что не стоит идти вперед сейчас еще один выстрел супероружием на этот раз по базе красного игрока и и давно не разведали не разведывали может быть там где-то слева находится основные заводы вот но в целом мы видим что удар по красному пришелся довольно болючий сбиваются бомберы они даже не смогли долететь до супероружие вот еще 2 пачка очень много прям очень много пушек стреляет сбивают ах все-таки сбивают супероружие зеленому игроку ну ничего страшного зато зеленый потерял абсолютно все свои бомбардировщики красный потерял производственное здание так как я понимаю вот и остается один желтый игрок на передней линии который сейчас будет принимать на себя весь удар от двух игроков лиолетов и синего огромные пачки вертолетов чем даже есть один желтый вертолета вижу здесь находится все что есть у желтого попытка за укусить стрекозами тайфунов не хватает осы чтобы ослабить эти пачки тайфунов они складываются обычно близко друг друга можно их прямо ваншотить вертолетами даже вот ну кстати как видим тайфун это у игроков конститурации кончается вертолеты справляются своей боевой задачей они уничтожают мобильный повод отлетает назад и сейчас будут фокусировать уже зевсов для того чтобы остановить атаку на их базы то нет вообще решил уехать назад здесь уже есть ягер зеленого и отстраивается экономика у желтого он видимо тоже часть за не потерял двойная так получается бомбометания по тайфуну кстати тайфун уничтожили неплохо но вами что это 450 рисов это не стоило того пока что зеленый ну проявляет так сказать активность бою пытается помочь своим товарищем но делать немного не грамотно из-за этого бой пока они бою победить не могут так ну тут как обычно отстраиваться новое супероружие строится новые тайфуны здесь завод зевсов завод зевсов молодец и не отстроился все-таки этого завода понял свою ошибку сам и продолжает мазить юнитов давайте смотреть дальше здесь фиолетовый отстраивает еще один строй двор ставит дополнительные полом для мощь много пола сейчас не хватает конечно красному игроку резко перейти в какой-нибудь там броника ягуар что ли что-то очень много тайфунов то мне кажется стоков тайфуна на троих игроков вот а штурмовой техники не так что много большие контейнеры игроки игнорируют они даже маленькие еще не захвата они до сих пор лежат никому не нужны хотя бы одну дельточку сделать отправить захватить ну вообще не до этого игрокам я понимаю на самом деле кого особенно когда ты не супер опытный игрок ты не понимаешь что тебе вообще нужно делать ну тут вообще никто не понимает что ему нужно делать кроме зеленого зелено знаешь его надо запускать супероружие остальные игроки просто пытаются ему как-то в этом помочь вот и до каких-то там контейнер вообще дело не доходит меня тоже такое бывает некоторых боях когда играю что это очень сильно увлечен боем те просто не до того чтобы отправить армию на захват контейнер хотя казалось бы закажи дельту сделай промежуточные точки для сбора на контейнеры они автоматически подберутся утика бы лишняя копеечка будет почему бы нет заказаться черный луч красный игрок опять атакует с фланга уничтожает здание очень много вертолетов будто они сейчас фокусить по ложке все срываются на защиту своей базы прям все муравейник начинает двигаться и собирается уничтожать штаб синему игроку не очень приятно с этой стороны активизируется красно-желтый и посмотрим ну штаб по-любому заберут вопрос какой ценой только вертолетов на это надо будет отдать ну в любом случае штаб пятого уровня если уничтожит это хорошо сейчас можно отлететь назад со стороны моря по атаковать слышу звук супер оружия ага интересненький момент я такую точку c хорошо такую точку c видим что сейчас будет ой 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 вот это красивый момент минус куча пехоты но и бомбер тоже будут минус но происходит данным бою ребят бабах все что там было все испепелено да со мной красный еще пытается задавливать игрока в общем зеленый с желтым с красным вся армия который никто был она почти полностью уничтожена вообще вот эти моменты нужно пользоваться даже пути в атаку но почему-то игроки пока не спешат то делать пытаются помочь своему напарнику отстроить штаб все таки ребята молодцы играют пытается даже на таких невысоких рангах играть командой понятно что есть ошибки но в целом на продолжительный бой ошибок искать что прям много но очень неплохо играет игрок красного цвета молодец постоянно пытается залетать единственная проблема только что он играет одной и той же тактикой может быть у него прокачан только вертолет и он другого чего не использует может быть такое у зеленого кстати еще много ягуаров они видимо были резервные так сказать у него красный приезжает центр начинает лазбышности проводить атаку на пехоту перед этого игрокам какие-то вертолеты сбиваются конечно но не хватает поддержки от синего разведу точку разведу точку ага хочется чтобы зеленый игрок помог блин вы посмотрите на это сколько здесь тайфунов они у реально 1 тайфуны и у фиолетово тайфуны и у зеленого тайфуны и вообще тут одни тайфуны решил все-таки зеленый помочь своим миллиард тайфунов но уже поздно потому что тяжелый пехота потерял игрок фиолетового цвета напомню сколько вы длился а 56 минут пока непонятно победили как бы супероружием то ударили но сейчас такая атака проходит когда у игроков штурмовой техники но для уничтожения вообще были какой-либо техники практически ничего нету зато есть миллиард тайфунов которого блин мяш фпс поседает от такого мяса я представляю чего ребят на телефонах было когда не играли не у всех же мощные телефоны тут вообще только не знаю на двойном этапе можно на играть благо для осадных единиц такой двойной этап появился они теперь сами складываться и раскладываться очень много ягов но ничего против пехоты у команды сопротивления в этом муравейнике уже все все заблудились боевая логика сходит с ума не понимает кому куда двигаться надо все куда-то едут какие-то команды дают вроде как фиолетовый опять свои пехоты давит до заказа мне тут все то они вот здесь немного казарм он прям масит масит эту пехоту отправляет вперед и это позволяет уничтожить ягуара противника заправляется новое супероружие знаем по кому она будет применена здесь ускоримся как я вижу что игроки спокойно добиваются активность кстати до активность то на стороне сопротивления стираться здесь может проиграть если будет дальше сидеть в обороне и надо как бы уже идти в атаку наверное помочь или сопротивленцев 50 минут можно это идти в атаку ну и тут сразу игроки включаются мобилизируется так сказать типа через 10 минут бой закончится надо что-то с этим делать на базе миллиард по во которая не спасает от вертолетов я думаю игроки сейчас будут идти все равно в атаку они отобьют атаку вертолетов пока не соберутся в свою атаку же время боя выйдет вот поэтому супероружие применяется по тому месту где находится армия противника и зевса зевса тяжелые штурмики идут в атаку попытка уничтожить штаб смотрите здесь кстати игроки вместе скоординировались бомберы отбомбили по штабу и стрекоза тоже фокусе лево и идет уничтожение всех мобильных кубошек и стационарных в том числе вот тем временем игроки конфы идут вперед сбивать полностью же желтого игрока ну мне кажется сейчас не стоит добивать синего он угрозы особо никакой не представляет больше проблем здесь образуется сейчас есть отличный момент для того чтобы прилететь вертолетами уничтожить всех зевсов с пехотой иначе потом приедет вот это миллиард тайфунов она уже едет и не оставит вообще шансов на то чтобы как-то защититься в теории зеленый плюс красный они могут отбить эту атаку как делали до этого если успеет уничтожить основную штурмовую силу пехоту и зевсы но как видим тайфуны уже едут и игроки сопротивления просто могут не успеть вот начинается генеральное сражение очень много вертолетов который фокусе дефс и на кстати даже мышка перестает работать или эмулятор даже дальше мне перестает работать я иногда крикую мышкой чтобы вращать камеру так меня не получается это сделать супероружие заправляется нет не заправляется я так понимаю поставил в кучу казаром зеленый игрок просто масик штурмовиков как видим вертолеты у красного заканчиваться штаб отстраиваться у синего игрока ну и надо за 7 минут уничтожить всю базу иначе есть шанс проиграть по активности потому что если ты сидел почти весь бой у себя на базе 50 минут восполнить эту активность за 7 минут уничтожив там даже две базы но я думаю будет неправильно поэтому все игроки идут в атаку все это понимают и как видим то есть штаб пятого уровня игвар спрятался за штабом интересно и очень-очень это все конечно необычно но я думаю здесь на самом деле уже все понятно победит за 7 минут уничтожить базу таким количеством юнитов точно можно только из торпедки там бы спрятали где-нибудь найти и а есть такая вероятность мы ждать сейчас посмотрим на пятой минуте чтобы уже развеете сомнения что там по активности так 20 секунд были меня реально мушки писают при совет работать что было по активности на за пять минут до завершения боя так много за не уничтожено 27 на 34 теории если оставить торпедки где-нибудь вот здесь вот то есть в несколько струй дворов тут тру двор сюда поставить сюда поставить торпедки у игроков конфидерации нет ничего чтобы уничтожить торпедки пока они бы вышли там хотя бы вертолеты какие-то у сопры реально был шанс на самом деле поиграть здесь по активности но мы знаем что будет длиться 57 минут соответственно от сопритесь на этой карте ничего не останется это победа уходит игрокам конфедерации виталий большое спасибо за то что предоставил данную запись боя считаю что не зря прокомментировал записал ну и соответственно опубликовал и и на канал что реально такая необычная мясорубка произошла я такого не видел такое количество тайфунов прям миллиард тайфунов когда я вначале бы искал миллиард от не миллиард это был миллион вот сейчас уже миллиард реально необычно виталию спасибо за реплей ну напоминаю ссылка на платформу в описании там написано подробно про все плюсы данной программы ну и самое главное это есть ссылка на чатик в telegram туда добавляетесь ну дальше общаемся с вами по поводу реплеев на сайте был данки дир подписывайтесь на канал приходите в понедельник на стрим вечером и всем удачи Starting Ingrid To To Продолжение следует...